Приветичи! Это Неправильный Мир и Михалыч вместе со своим крутым пухлым хомяком. В прошлой серии мы остановились напротив вот этого алтаря, который поедает мясо. Сейчас мы положим на него мясо и попробуем зайти в этот портал. Да, он поглощает мясо, открывается портал. Заходим в него и глядим, что нас тут ждет. Ой-ой-ой-ошеньки! Мы в вулкане, что ли? Точнее, мы в недрах вулкана. Наверху даже отверстия нет. Может, мы даже в ядре земли этой инопланетной. Ладно, пойдем поболтаем. Это что, Пикачу, что ли? Пика-пика-пикачу? Это ты? Ой, какой он страшный. Квадрат... Че ты уме... О-о-о! Нифига себе, это реально Пикачу! Он электричеством током бьет! Как-то мне не очень хочется с ним драться-то. Поближе попробуем подойти. О-о-о! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Так, есть удар. Блин. А что если мы попробуем на него запрыгнуть? Сверху на него? Не, так не покатит. Ё-йо-йо-моё! У него еще язык длинный! Смотри, смотри, какой длинный язык. Это ж капец. Короче, надо один раз ударить. Он еще и слюной буляется. Но, по всей видимости, это слюна какая-то. Электрическая. Надо от него подальше держаться. Так. Блинский. На тебе. Ага, я успел. Ой-ой-ой, язык, язык, язык. Блин, но тут босс, конечно, был поинтереснее. Там ему надо было намусорить. Разрушить его дом. Отвлечь. И забомить его с пушки. А тут все как-то, ну, скучно. Ах, ты прижучил меня своим языком все-таки. Чутко осталось. Совсем чуть-чуть. Сейчас его добьем пару. Ой, блин, опять языком прижучил. Ну, блин, началось. Тихо, главное. Главное. Ай-яй-яй-яй. И, главное, не подохнуть. Молоко. Мне надо молоко. Срочно молоко надо выпить. Так вот. Ой, блин. Ну, ладно. По-моему, молоко мы зря выпили. Опа. Последний, наверное, ударов пять. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Ну, последние два удара. Давай же, Михалыч, зажми его. А он стал агрессивнее намного. Есть! Ушатали, Бонзор. Пикачу полег. Кстати, у него башка от тела отдельно. Так, а это что такое? Сосиска какая-то. Массивный язык. А, это язык. Но похоже на сосиску. Ладно, заберем. Как он мне, интересно, в карман поместился. Массивный язык. Массивный длинный язык огромного чудища. О-хо-хо. Ну что, все. Вроде бы мы нашли резину, которую мы искали для нашего корабля. Так что можно отсюда выбираться. Хомяк, ты не поверишь, кого я там встретил. Пикачу, прикинь. Эй, кому расскажешь, не поверю. Так, значит, резинка у нас есть. Теперь мы можем с тобой сделать двигательную систему. Нужна одна металлическая пластина, 50 дерева и посадочная площадка. Все, пойдем собирать. Прежде мы, конечно же, заскочим к этому алтарю. Закинем сюда крабика. И останется нам еще последний краб. Прибыли домой. Пойдем посмотрим, что у нас там по ресурсам. Значит, так, металлическая пластина. Вот она, эта пластина. Слиток железа. Зелестойкости нам нужно. О-о-о, зелестойкости. Слиток железа есть. А зелестойкости я не помню, наверное, нету. Зелеполета. Вот это что, зелени видимости? Блин, зелестойкости нет. Давай тогда посмотрим, что нужно для зелестойкости. Три гербера и одно стекло. Гербера у нас синенькое. Ммм, пойдем собирать. Раз цветочек. Два цветочек. Тут еще слисть валяется, тоже заберем. А вот и три. Все готово. Все ингредиенты собраны. Выплавляем с тобой стекло. Так, и теперь можно, в принципе, сделать зелие. Зелестойкости. Готово. Зелестойкости у нас есть. Слиток железа у нас тоже есть. И это, в принципе, достаточно для металлической пластины. Металлическая пластина у нас готова. Осталось только 50 дерева где-нибудь нам брать. Пойдем на задний дворик. Доставим нашу крутую бензопилу. Вот такой вот. И начинаем колбасить мой древесный сад. Дерево мы набрали. 51 штуку. И вроде бы все. Мы направляемся на нашу посадочную полосу. И мастерим здесь двигательную систему. Станем вот здесь вот на крестик. Мне кажется, что она где-то здесь должна быть. И начинаем мастерить. Готово. А, это рогатка. Подожди, это огромная рогатка? Серьез ли? Офигеть. И чего и как? Мне просто нужно нажать на кнопку и все. Хо-хо-хо. Но прежде чем я это сделаю, мне нужно найти еще одного золотого краба. Чтобы разгадать последнюю загадочку, как я думаю. По крайней мере, я надеюсь, что это последняя загадка. А еще, а еще нам нужно зайти к птичке, которая копала землю. Посмотреть, что она там накопала. Пока я искал птичку, наткнулся на еще один колодец. Ну, давай вкинем туда монеточку. Надеюсь, это последний колодец? Так. И нифига. Черт, плери. Нет. Значит, это не последний колодец. О, портал заработал. Пойдем, сходим, посмотрим, куда нас приведет. Хомякам вход воспрещен, ну вот. Не, я так не хочу. Я лучше так, на хомяке я попутешествую. Мы с ним типа не разлили вода. Вот она, вот она, наш птичка. Вроде бы она что-то выкопала, потому что остановилась. Давай посмотрим. Осмотреть. Ух ты, ядрен батон яйцо. И, и чего? Собрать-то я его не могу. Что с ним делать-то? Подожди. Ставить монетку. Ладно, давай вставим. Еще копать начал. А что с яйцом-то делать? Блин. Хомяк, может ты мне чем-нибудь поможешь? Ты можешь что-нибудь с яйцом сделать? Может его сломать? Так, исчезни. Мы попробуем разломить. О, можно ломать. Офигеть. Яйцо, кажется, можно ломать. Ну давай. О-о-о-о. В нем столько минералов. Короче, ясно. Он добывает нам минералы и всякие ингредиенты. Ты, блин, не поверишь. Сейчас надо отбиться от этих желудей. Точнее, пней. И я нашел этот долбанный голден краб. Вот он, золотой краб. Граб. Золотой краб. Сейчас тебе покажу, где он. Сейчас тебе покажу. Спрятался. Шиш найдешь, шиш увидишь. Где-то, где-то здесь. Где-то что-то же был. Чё, пни стащили? Не-не-не-не, я же его видел, 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 видел. Где-то здесь. Где-то здесь. Вон он, вон он. Я помню, что мне не померещилось. Наконец-то. Я нашел его. Аллилуйя. Ой, сегодня можно сделать салат из кровавых палок. Все, в честь этого краба. Помчали обратно. Помчали быстрее на всех своих четырех, это, шести лапах. Вези меня, хомяк. Вези меня, как ветер. Если честно, я думал, что я никогда не найду этого краба. Потому что я искал его, ну, примерно три часа реального времени. Это, прикинь. Все вверх дном тут поднимал. Все пещеры обыскал. Все озера изловил. И, наконец-то, нашел. Ну что, держим кулачки. И надеемся, что нам что-нибудь упадет. Очень мега крутое. По крайней мере, учитывая, сколько я искал этих крабов. Так, а ты тут что забыл? Оно ушло. Вставляем крабика. О, ядрен батон. Это что за макароны с фрикадельками? Ты мне каску скинул? Что за каска? Возьмем. Святой дуршлаг. Ну, противненько, противненько так смотрится. Но, учитывая, что он скинул мне дуршлаг, то это наверняка. Я бы даже сказал со стопроцентной точностью, что это все-таки вермишели с фрикадельками. Так, дай почитаем, что за дуршлаг. Вас коснулась его макаронейшая десница. Плюс 50 к броне. Офигеть. Одеваем. Все. Меня теперь никто не имеет права трогать. Я типа рыцарь. Рыцарь. Его макаришина. Как-то так. Ну, че? Пухлый ты мой хомяк. Ему вообще по барабану. Ну, подумаешь, макароны летают с фрикадельками. А он, кстати, за мной следит, смотри, что я делаю. Ну, конечно. Ну, конечно, я же его десница, я же ему прислуживать должен. Поэтому он за мной следит. Хе, ну, прикольный, короче, такое существо. Жалко, только он со мной не летает. Типа мой друган. Ладно. На этом острове мы закончили. Мы здесь все головоломки порешали. Я еще раз в этом убедился. Пока бегал тут три часа. И пора отсюда сваливать. Надеюсь, мы переберемся на какой-нибудь другой материк или планету. И продолжим исследование. Хотя, кого я обманываю? Мы отсюда сваливаем. Домой нафиг. Все, нажимаем кнопочку и полетели. Оп. Ура, миссия завершена. Корабль в порядке и готов к взлету. Пора стартовать. Ключ на старт. Поехали. И? Мы едем? У-у-у, полетели. Жизнь не задалась. Прожито времени 153 дня, 3 часа. Срублено деревьев 99, разбито камней 70, убито монстров 218, создано предметов 228. Уровень 0. Хм. Сыграйте в нормальном или сложном режиме, чтобы зарабатывать очки опыта. Офигеть. То есть, под... Подожди. Меня, по-моему, там лупят. Я прилетел к кинопланетянам, а они меня там лупят. Ты слышал этот звук? Вот это дело. То есть, мы еще не закончили с Михалычем? Используйте клавиши перемещения для полетов на корабле. О, я еще и на корабле... Смотри-ка, я на корабле летаю, я в космосе. Буквы бомблю. Прикольненько. Не хочешь титры читать? Так не читай. Разноси их, разбамбливай кораблем. Посвящается Бекки. Интересно, кто такая Бекки? Я люблю тебя сильнее, чем можно выразить пикселями. Наверное, дочка. Ну что, я думаю, что можно на этом закругляться. Если ты хочешь увидеть, что можно еще разблокировать за 7 вещей, то ставь лайкос, пиши об этом комментос. Ну и также не забывай подписываться на канал, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр. Пока. Увидимся в следующем видео. А я на ракете полетел. В новое неизвестное. Субтитры сделал DimaTorzok